Мой доклад посвящен проблематике новых телесных канонов в городской моде. Я попробую показать, что, собственно, сейчас на наших глазах происходит формирование нового определения модного тела. В этом году совершается распадение прежнего гламурного телесного канона и вторжение в модное пространство, но не нормативных тел, а именно тел, далеких от прежнего идеала по параметру Кудабы, то есть полных тел, божевых тел, нарушение прежнего норма молодого тела, тел инвалидов. И вот все эти ненормативные тела заметно отличаются от стандартного гламурного идеала красоты, который сформировался в 60-е годы, а именно молодая худощавая модель с пресловутыми мерками 90-60-90. Соответственно, изменению этого телесного канона происходит изменение и способа репрезентации. Ну вот я хочу начать свой анализ с модной фотографии и далее мы обратимся, значит, к репрезентации тела новых медиа, прежде всего в интернете. Ну, речь пойдет, вот, в моем сообщении, собственно, о трех основных параметрах. Первый параметр — это влияние на репрезентацию тела уличной моды, особенно так, как она представлена в новых медиа, в интернете. Второй параметр — это появление разнообразных тел в рекламе. И, наконец, третий — это реакция публики, то есть критическая реакция, сопротивление потребителей, которым предлагают образы, которые не соответствуют их представлениям о нынешнем моде. Ну вот, начнем с того, что действительно на съемках уличной моды очень часто мы видим разнообразные тела. Собственно, хотя сейчас вот появляются эти блоги, где мы видим вот уличную моду, вот такие сайты, которые я имею в виду, как Cool Hunter, Face Hunter или Sartorist, Скотта Шумана. В этом новых медиа заявляется другая модель телесности, чем та, которая раньше практиковалась в модной фотографии на страницах позиционных модных журналов, таких как, например, Google. Ну вот, улица, конечно, раньше служила декорацией для модных журналов, но только сейчас, благодаря модным журналам, она оформилась как отдельный эстетический феномен со своими правилами, репрезентацией. Ну вот, на том снимке, который вы сейчас видите, это традиционная фотография уличной моды 50-х годов. Это снимок классика модной фотографии Ричарда Авидона. Ну, как мы видим, здесь Ричард Авидон фиксирует момент экстравагантного движения, явно любуясь таким смелым прыжком своей героини. Вот другой тоже классический снимок Ричарда Авидона. И, конечно, здесь мы опять видим, что вот эта прелестная пара на роликовых коньках, это, конечно, вот такая вот постановочная фотография, которая вот иллюстрирует много 50-х годов. И улица здесь, конечно, выступает как фонд, и вот Ричард Авидон откровенно любуется вот этой красотой акробатического жеста, непринужденной пластикой своих героев. Ну, в 50-е годы вот практиковалась, может быть, и более такая четная вот фотография моделей на фоне городских пейзажей. Это вот работа Нормана Паркинсона, и здесь, конечно, сразу видно, что это профессиональная манекенщица, которая явно позирует. Мы ее опознаем не только по модному наряду, но и по профессиональной постановке тела. То есть, вот уже одна поза свидетельствует о том, что здесь перед нами профессионал модель. Здесь, как видим, вот тоже второй снимок Нормана Паркинсона. Это профессиональная модель, которая выделяется на городском фоне, на фоне Эйфелевой башни в своем изящном красном пальто. И вот, как видим, здесь город выбран благодаря эмблении, то есть это вот знаковое место Эйфелевой башни, которая заботится об узнаваемости городского пейзажа. Ну вот уже в 60-е годы поэтика модной фотографии на городской улице немножко меняется. Вот это серия «Манхаттен» знаменитого английского фотографа Дэвида Бейли. Здесь мы видим его любимую модель Джен Шримптон. И вот вы, наверное, сразу почувствовали контраст. Хотя Джен Шримптон тоже была профессиональной манекенщицей, тем не менее, поэтика Дэвида Бейли такова, что Шримптон здесь стоит в подчеркнутой непринужденной позе. И одета в повседневном стиле, такой вот casual shirt, волосы ее взъерошены, это такая фирменная черта ее образа. То есть здесь профессиональная модель уже самательно имитирует некоторую небрежность, как будто бы ее случайно застиг фотограф в такой спонтанный момент. И это действительно вот та новая поэтика, которая начала утверждаться в модной фотографии с 60-х годов, когда фотограф уже не любуется своей героиней, героиня не позирует, или, по крайней мере, позирует так, чтобы не слишком выделяться из толпы, и не старается казаться красивее, более, я не знаю, ловкой, более совершенной, чем окружающие ее люди. Наоборот, вот на этой фотографии видно, что модель уже как-то немножко поглощается городским фоном. И город здесь, вот на этой модной фотографии, начинает представать тоже достаточно услуг. Фотограф уже не старается выбирать вот такие парадные знаковые места, как, скажем, Эйфелева башня. То есть наоборот фотограф избегает вот таких знаменитых знаковых мест. Вот это первый снимок, который я показываю из блога Скотта Шумана с Арториалис. Вот эта модель, мы можем только гадать, на какой улице была произведена эта съемка, это может быть Нью-Йорк, это может быть Лондон. По крайней мере, здесь уже нет никакой претензии на красоту жеста, на красоту тела. Здесь действительно человек застигнут в какой-то достаточно случайный момент, и вот нам демонстрирует общий образ, демонстрирует настроение. А город, наоборот, предстает таким несколько смазанным, вот не случайно здесь даже нет фокуса. Это такой нарочито размытый тон. И более того, вот в уличных блогах это совершенно такое общее место визуальной поэтики. Съемки, как правило, происходят на самых обычных улицах, и часто даже, видимо, по принципу контраста выбираются места в стиле гранж, то есть нарочито грязные улочки, нарочито ободранные кирпичные стены, руины, потрескавшиеся дома. То есть город представлен далеко не гламурным, я бы даже сказала, анти-гламурным образом. Это вот некий обобщенный глобальный город, часть мировой экономики, часть современной глобализации. Вот такая площадка для демонстрации новых модных тел. Ну, вот я уже сказала, что в уличных блогах складывается своя эстетика показа, и, конечно, она касается не только города, но и, что меня интересует в первую очередь, она касается репрезентации модного тела. Ну, сразу скажу, что самый общий принцип показа модного тела в уличных блогах — это мягкий подрыв пламурного телесного канона, который предполагает акцент на совершенном теле, и реализация новой модели телесности, когда тело вообще отступает на задний план, и акцент переносится с тела на стиль. То есть главная знаковая информация, которую считывает зритель, это общий лук, одежда, обувь, аксессуары, прическа, поза. Все это читается как знаковая информация о принадлежности человека к субкультуре, или, может быть, как индивидуальное модное высказывание, вот такое fashion statement. Ну, вот посмотрим, как конкретно происходит разрушение вот этого прежнего телесного канона, и каков вот этот, скажем, новый телесный канал. Ну, вот как вы видели и на предыдущем снимке, и вот на этом. Собственно, тело здесь никто не демонстрирует. Тело чаще всего бывает скрыто под несколькими слоями одежды. Это так называемый многослойный стиль, лейер, лук. То есть тело, собственно, не является источником знаковой информации, но только, разве что, если там речь идет о каких-нибудь особенных тату или пирсинге, или о пирсинге. Тело, как правило, закутано, И эта многослойность отражает, собственно, один из главных принципов уличной моды. Это эстетика mix and match, смешивай и сочетай. Соответственно, нам уже, как зрителям, в общем-то, не так уж важно это тело худое или полное, тренированное или нетренированное. Важно то, какое впечатление производят эти слои. Более того, теряют прежнее значение традиционные расстановки. Я имею в виду позы, скажем, ну, такая аксиома модной фотографии, что мы должны видеть лицо модели. Самое главное для современного фотографа уличной моды это передать динамику, спонтанность движения. Это как раз вот антитеза той постановочности, которую мы видели. Вот здесь вот японская девушка, видимо, занята просмотром своих фотографий. И вот на первом плане, ну, собственно, ее стиль и вот как бы общее впечатление, что все совершается на ходу. То есть перед нами человек толпы, он находится в движении. И вот кадр фиксирует спонтанность этого движения. И очень часто фотограф даже вот идет на то, чтобы вот вообще отказаться от показа лица. Вот как вы видели, там мы, так сказать, лицо вообще с трудом наблюдали. Вот очень много снимков. Вот это вот у меня в основном снимки Скотта Шумана, где люди запечатлены со спины. И вот этот ракурс со спины, это вот совершенно новая черта эстетики на уличной фотографии, когда вот фотограф как будто бы преследует свою жертву. Это вот такой взгляд преследователя. И вот мы видим, что вот этот жест, как будто бы модель удаляется. И очень часто вот, в общем, нам предлагается рассматривать действительно спины героев уличной моды, потому что на спинах тоже много интересного. Можно посмотреть, как человек одет, какие у него сочетаются слои, какие сочетаются цвета. И очень часто вот тем более современные дизайнеры тоже учитывают вот эту тенденцию, когда мы должны смотреть со всех сторон, когда модель рассчитана на обход. И, может быть, самые какие-то вот любопытные вещи даже вот располагаются со стороны спины. Как видим, здесь вот кардиган, который так и рассчитан на то, чтобы вот его смотрели со спины. Вот здесь вот девушка, так сказать, обернулась, другая нет. По крайней мере, это вот в уличных блоках совершенно закономерный ракурс. Отмечу, что вот все эти герои, которых мы видели, это герои анонимные. Мы не можем посмотреть им в лицо. Вот это фланиоры. Это пешеходы, прохожие, которые могут оглянуться, могут не оглянуться. И если мы вот смотрим на них, то выбраны они чисто случайно. Зато мы можем, если они уж к нам повернулись лицом, высказаться, прокомментировать. Вот перед вами, значит, женщина, которая живет в Барселоне. Ее зовут Энрикета Коскуил. Это пожилая барселонская дама. И она является рекордсменкой блога Сарториалес по количеству комментариев. Вот этот снимок вызвал 150 комментариев. Вот очень многим понравились ее украшения, ее шуба, ее лицо, то, как она смело, немножко с превосходством смотрит в камеру. Но вот она стала героиней. И таким героем может стать любой человек. Причем очень часто вот в уличных блогах представленная категория вот именно как раз в духе мультикультурализма, ранее бывшей маргинальными. Таким образом происходит восстановление справедливости. Например, очень много фотографий пожилых женщин, представителей национальных меньшинств. И это реально, совершенно отражает идею демократичности нынешней моды. То есть и героем может стать любой человек, но и любой зарегистрировавшийся на сайте может прокомментировать наряд, высказать свое мнение. И вот эти категории очень интересно отражаются в политике тегов, когда определенные категории отражены в теге. И вот здесь на сорторе листе даже есть такой тег, как мотивовыми зрелые женщины. И вот таких героинь достаточно много. сейчас увлечение пожилыми моделями составляет своего рода тренд. И вот пожилые модели становятся героинями не только уличных блогов, но иногда они становятся даже героинями подиума, что тоже являет отход прежнего гламурного хана. И они появляются как в подиумных коллекциях, так и как в рекламах. Возможно, это связано с тем, что сейчас такая категория клиентов от кутюг, это именно пожилые клиентки из арабских стран. Возможно, это связано с кризисной экономикой, когда более платежеспособным оказывается пожилое поколение. По крайней мере, факт остается таковым, что уже все чаще проводится дофиле с участием пожилых моделей. Вот здесь, например, снимки с дофиле, на котором я присутствовала датского дизайнера Каролина Пьелтофт, которая называлась 86-77-96, что отсылает к среднестатистическим меркам тела 80-летней женщины противорез гламотному стандарту 90-60 на 90-е. Ну вот во время этого дофиле дамы в основном стояли на подиуме облаченные в изящные маленькие черные платья и вот с достоинством улыбались публики и журналистами. Ну, та же тенденция, вот еще пару с дизелью Каролину Кьелтофт отражается в модной рекламе. Вот здесь вы видите постер из рекламной кампании концерна DAWP. Это вот кампания 2004-2005 года, которая называлась «Кампания за истинную красоту». И вот там во многих городах мира были вывешены гигантские рекламные щиты. на которых предлагалось отказаться от стандартного восприятия красоты и вот расширить телесный канун за счет включения и пожилых женщин и представителей национальных меньшинств. Как видите, здесь такие вопросы, которые предполагали ответы, зрителям нужно было определиться. Действительно, они считают, что можно быть высом и красивым. Видимо, подразумевается второй ответ. Вполне возможно, что эта женщина проходила химиотерапию. Можно ли быть седой и при этом великолепной, иметь морщинки на лице и в то же время оставаться чудесным, иметь родинки, пигментные пятна или воспринимать это как ножки, как отметки красоты. Вот это была очень такая успешная попытка проблематизировать ригидную идеал красоты. Ну и вот заключение мне Людмила уже показывает, что пора кончать. Значит, скажу, что действительно видимо знаком вот такого уже фактического разрушения прежнего гламурного канона являются факты реального запрета рекламы с чрезмерным использованием фотошопа. Вот это реклама, на которой предстает Джулия Робертс. Вот летом прошлого года была запрещена реклама антивозрастного Крыма и в июле 2013 года по инициативе члена гританского парламента Джо Свинсон было принято решение снять эти рекламные постеры из-за чрезмерного использования фотошопа. То есть реклама была признана слишком обретушированной. В интернете появились снимки, где вот было показано Джулия Робертс до и после применения фотошопа и вот комитет по рекламным стандартам английские ACA принял решение, что действительно изменения слишком велики и подобная реклама антивозрастного Крыма просто вводит в заблуждение женщины. Ну вот это еще постер из этой серии и как вы видите здесь уже рекламируется вот такое Adobe фотошоп Day Cream лучше средства стать красивыми. Ну были еще другие случаи вот просто я уже так совсем быстро здесь вот покажу это тоже другие примеры использования фотошопа. Здесь как мы видим не просто вот убраны морщинки как в предыдущем снимке а здесь существенно изменена форма лица то есть лицо вытянуто по вертикали то есть мало того что вот кожа придана такой нереально мерцающий блеск но лицо еще стало гораздо более вытянуто ну вот еще один последний факт который тоже вызвал протест и заставил серьезно задуматься производительные рекламы это снимки с сайта компании H&M которые тоже вот были подвергнуты публичной критике и заставили представителей компании извиняться потому что вот потребители разобрались что на сайте используются виртуальные тела то есть это тела нарисованные на компьютере в котором представлены фотографии голов реальных моделей как сказали представители компании для правдоподобия индивидуализации снимков и вот эти виртуальные тела они используются для демонстрации платьев купальников пелья и если посмотрите на эти модели сразу бросается в глаза одинаковая поза левая рука на бедре правая свободно свисает вниз и вот такой прямой взгляд на зрителя при том что была сделана попытка максимально разнообразить типы женской внешности и вот как заявил в интервью представители H&M когда это припевок к стенке что мы делаем снимки на манекене в магазине а затем придаем изображению скотства с реальным человеком с помощью компьютерных программ и большинство тел представленных на веб-сайте являются абсолютно виртуальными а когда его спросили почему он сказал что виртуальные тела лучше приспособлены для демонстрации одежды для людей чем сами люди по аналогии с манекенами в магазинах что на них тоже смотрится красиво и согласно словам представителя компании эта стратегия просто позволяет потенциальной потребительнице больше сосредоточиться на самой одежде отвлекаясь от тела модели ну и после критики в общем-то H&M сказали что мы сожалеем если кто-то поверил что виртуальные модели являются реальными это неверно мы никогда не собирались создавать такую иллюзию мы собираемся обсудить как лучше донести на наших покупателей эту информацию ну вот сам факт что это уже стало предметом разбирательства это конечно вот я думаю хорошая иллюстрация к тому что действительно происходит уже распадение прежнего гламурного канона и вот сказать те молчаливые потребители которые раньше покорно совершали рекламу покорно читали гламурные журналы сейчас уже начинают играть какую-то решающую часто роль и вот действительно происходит на наших глазах так вот постепенно за счет разных факторов выстраивания совершенно новых канонов молодого тела большое спасибо спасибо большое за доклад у меня самой куча вопросов но я не буду пользоваться своим приведенным положением доставлю возможность спасибо действительно очень интересный красочный доклад был но я смотрела картинки и ждала от одной в другой когда же наконец-то появится мужское тело оно так и не появилось поэтому я хочу собственно спросить а является ли вообще мужское тело объектом моды потому что судя по глянцевым журналам мужские тела тоже довольно гламурные и для меня очевидно что сейчас меняются стандарты женского тела в рекламе это долгая история связанная с эмансипацией женщин борьбой женщин за право обладать другим телом и репрезентовать его а что происходит с этими мужскими телами кто-то занимается изменением этого тела либерализация этого тела или нет или с ним и так все в порядке я действительно в своем докладе решила ограничиться репрезентацией женского тела потому что мужское тело хотя тоже испытывает безусловно изменение прежнего канона но это все-таки особый материал но отмечу здесь может быть два фактора которые явно чувствуются и в рекламе и в репрезентации мужских тел и на показах и в глобах по уличной моде первое это смягчение прежних гендерных стандартов то есть изменение представлений о мужественности но это очень большая внешняя тема жалко это поговорить в двух словах но есть в двух словах то то что раньше считалось признаком небужественности женственности или вот признаком принадлежности к сексуальным меньшинствам ныне вполне легитимируется и более не считается зазорным и более того появляется целая категория таких условных женственных мужчин которые чувствуют себя совершенно окей не боятся экспериментировать с цветом уходить от прежней темной гаммы мужского костюма пробовать на себе разные предметы женского туалета экспериментировать с косметикой с прическами и так далее и безусловно вот за этими изменениями стоит не просто некий вот такой новой поветрие какой-то новый тренд это тренд который имеет под собой четкую экономическую базу и вот появление категории пресловутых метросексуалов то есть мужчин который экспериментирует как вот писали с женственной стороной своего я но при этом не боятся наплечь на себя подозрения в принадлежности к сердцу меньшинства за этим стоят вот интересы больших корпораций которым было всегда жалко упускать такую большую категорию потребителей и сейчас для этих новых потребителей для новых мужчин для метросексуалов для мужчин которые заботятся о своей внешности выпускаются и новые линии шапуни и кремов и краски для волос и всяческие там модные мелочи то есть вот корпорациям удалось привлечь сказать целую новую категорию клиентов и это разумеется отражается вот в презентации модных тел но это большая тема которая заслуживает другие заплаты у меня несколько вопросов по тени первый вопрос касается гламур я работал литератур обозрение прекрасно фильм по гламур и вот сегодня мы слышали несколько раз по слову в вашей презентации скажите пожалуйста на ваш взгляд гламур он исчезает или он трансформируется то есть может быть это понятие наполняется новыми смыслами некоторыми вот это первый вопрос второй вопрос касается скорее особенностей культурных все что вы показывали как я поняла по фотографиям это были либо западная Европа либо ну соответственно Соединенные Штаты Америки ну в общем не Россия скажем так и я думаю что не страны восточной Европе и не бывшие СНГ скажите пожалуйста что на ваш взгляд происходит сейчас что за френд-центры сейчас в России и как соотносится вот эта тенденция к там уже вы сказали к изменению тела к изменению аттрактивности внешности сексуальности в России и соответственно на Западе имеем ли мы в России какие-то продвижения и последний вопрос он связан с тем какие базовые причины вы видите в изменении то есть очень кратко в изменении основного образа тела как желанного тела и еще такое у меня замечание было когда вы показывали датского модельера которые демонстрировали ее наряды возрастных женщин неатипичные модели там было в основном женское общество рядом с подиумом просто такое я заметила и как вы считаете вот это связано с феминизацией того что женщина уже но она не старается быть столь привлекательной и мучить себя для того чтобы понравиться мужчине связано ли это с некой свободой женщин ноги сейчас безусловно нена практически во всем спасибо отлично по порядку значит относительно гламура по-моему действительно очень хорошая книга Стива Гангла хорошо что вот теперь ее могут прочесть у нас в России там вот Гангл прослеживает историю гламура и вот как раз в заключении он говорит о том что гламур теряет свою прежнюю магию вот это свое исходное значение вот чар волшебства что вот связано с этимологией вот гламурок грамматики и я согласна вот с этим мнением Гангла да действительно вот гламур который прежде вот был так сказать обязательным свойством моды сейчас утрачивает прежние позиции героями моды уже перестают быть вот персонажи богемных тусовок аристократия кинозвезды происходит своего рода деконструкция гламура и вот формирование нового телесного канона я думаю это вот часть той революции вот которая связана вот с активностью рядовых потребителей моды которые хотят одеться оригинально которые ходят на улицу продумывая свой стиль почему вот упала цена такого прежнего гламурного образа ну во первом потому что сейчас действует быстрая мода которая очень от сезона к сезону уже копирует эти коллекции вот феномен быстрой моды и вот цена такой внешней гламурной красоты она конечно тоже очень упала потому что все понимают что во-первых это вопрос денег то есть что человек при желании может сделать классическую операцию и заполучить красивое лицо за деньги и во-вторых вот как раз то что я стремилась показать в своем докладе за счет влияния интернета и компьютерных технологий то есть мы можем сделать виртуально красивое тело и оперировать этим телом в виртуальном пространстве это будет иметь огромное значение и для личного самоутверждения или вот в случае там пропорации для продажи той или иной коллекции ну значит очень быстро вот переходя к вопросу о России конечно об этом можно говорить бесконечно но Россия в этом плане тоже идет вот в ключе мировых тренд у нас тоже появляются свои сайты по уличной моде вот отмечу такой портал как вот локотный правильно да локотный вот портал или вот биин такой портал где можно увидеть вот съемки которые производятся на улицах Москвы Петербурга и у нас появляются свои новые лидеры моды которые не связаны вот с поломорной тусовки в частности вот отмечу что у нас появляются свои пульки и это совершенно замечательно пульки да кто был вчера на презентации книжки это заметил член верхолегии журнала теория моды Андрея Бартеева который я думаю вполне успешно вот воплощал такую новую фриковскую эстетику так что вот Россия тоже движется в струге ну и наконец вот относительно фотографии вот из коллекции Каролина Хилта дело в том что эта коллекция представлялась вот на конференции собственно поэтому я ее видела и вот те зрители которые там стоят в стороне от подиума и смотрят в основном это участники конференции может быть это не слишком конечно репрезентативно как социологическая подборка как средства общества но тем не менее вот я могу перечислить других дизайнеров которые тоже выводят уходы пожилых моделей вот например совсем недавно Жан-Тургатье Антонио Марас они очень активно эксплуатируют вот этих новых героинь и кстати вот в журнале теория моды об этом была очень хорошая статья под названием под названием под названием куда девались Лолиты Лолиты действительно уходят с подиума и вместо них приходят такие вот пожилые буржуазные дамы и наверное не случайно что пожилая жительница Барселоны стала героиней с артурами собрав 150 можно я задам вопрос очень короткий потому что мне все таки кажется что вот это новое не гламурное тело это действительно пока что завоевание интернета и все таки большие такие монстры гламурные как волк офисель и прочие пока что на своей странице не допускают это не нормативное тело если даже они его туда допускают то они все таки пытаются как-то закамуфлировать да вот это была интересная съемка в британском например Гоге где пожилую модель 40-летнюю поставили среди молодых чтобы ее было незаметно они все были одеты в белое вот то есть все таки попытка камуфлировать она все равно остается и маленький комментарий еще по поводу H&M они сейчас видимо пытаются как-то хотя бы оправдаться за свое допрометчивое они развесили где теперь рекламу наверное все видели там где мама с дочками и папа с сыновьями вот эта вот идея как бы эксплуатировать так называемый silver market да который сейчас очень седых волос и это наверное все таки связано не столько с тем что потребители вот кутюр пожилые женщины а все таки это связано с тем что само население стареет и как бы его надо но она при этом хочет одеваться модно это поколение тем более бенгурия хватит говорить я думаю да я попробую все соотношение пространства интернета и все таки гламурных толков ну разумеется то о чем я говорила это тенденция но мне кажется что это тенденция за которой стоит большое будущее и вот в частности одним из признаков того что изменения эти идут и довольно быстро это то что маргинальные так сказать переходы на инстрим и например тот же самторилест и вот скотт шуман сейчас уже ведет свою колонку на основном вот сайте таком гламурном плашатой стайл.com то есть он пошел вот в число модных обозревателей и то что раньше вот его сайт был посвящен только уличному моды сейчас уже разглавляется вот все более и более съемками с позиума и съемками вот людей из той толпы тех жителей которые приходят на позиумные коллекции и вот эта карьера достаточно типична очень часто человек вот сначала заявляет о себе как модный блогер потом этого модного блогера так сказать покупают корпорации его идеями начинают пользоваться дизайнера но собственно не секрет что вот уличная мода сейчас оказывает вот уже по принципу так сказать трекл ап протекания наверх все больше и больше значения на оказывает все больше влияние на дизайнерскую моду и вот мы видим те лица о которых я говорила вот эти поживые лица эти полные тела вот в коллекциях ведущих дизайнеров вот последняя коллекция не очень рада которая называлась новой шиколи скромной гламур вот ее героини вот были такие пожилые женщины вот то что Катья объявила седые волосы в ренте сезона видимо все-таки это вот та неизбежность испуголь свершающаяся вот эта трансформация модного канона которую вот сейчас я как-то хотела зафиксировать у меня очень быстрый простой вопрос и может он не такой простой но короткий вы показали сезон сезон фотографии где фотограф преследует на этой сезоне меня заинтересовал этот образ то есть в нем вы видите в этом образе коннотации опасности я думаю если посмотреть историческую родословную этих образов здесь это можно объяснить жанром фланирования что вот эти фланиоры вспомним скажем рассказ Человек толпы да да что вот там действительно это наблюдатель который преследует вот этого старика человека толпы и вот образ фланиора он он всегда как-то немножко включает парадигму сыщик и преступник и вот я думаю это историческое родословное этих образов она вот здесь присутствует как подспутная коннотация но вот не случайно вот есть такие выражения как скажем фотоохота или там вот что фотограф там как ловит свою жертву или там вот человек который не хочет фотографироваться но вот его тем не менее вот удалось сказать запечатлеть со спины так что это я думаю присутствует это входит в поэтику этого фотографического взгляда который схватывает поглощает и вот имеет свою историю вот свою историю которая восходит к парадигме модернити к складыванию городской культуры девятнадцатого века вот к Бодлеру Эдгара Пу по следующему там презентации многое терапинение там у меня последний вопрос мы замучили докладчик нет по-моему замечательный доклад собственно когда я слушала смотрела эти фотографии но ведь вот к вопросу об изменении этих трендов и канонов телесной красоты но ведь насколько я понимаю в 60-е годы появления худых женщин это было как раз с точки зрения тогдашних канонов очень несовершенное тело потому что тогда худые женщины воспринимались как никакая аномалия вот были так сказать дивы 50-х годов там Мерлин Монро и так далее это были женщины скажем так с формой и появление и появление худых женщин это было на волне некоторой революции студенческих волнений где было так сказать противопоставление этим гламурным дивам такие несовершенные худые тела другое дело что потом они вошли в часть канона и они опять загламализированы то есть может быть возвращение я извиняюсь там женщинам с формой так скажем так да телам то есть да опять же с точки зрения привычного несовершенного это ну та же самая декларационный момент только наоборот да введение в канон то что было то что было в свое время потеряно и было как бы в некотором смысле уже недостатком с точки зрения последнего достацентра ну я думаю в общем с этим можно согласиться потому что действительно в чередовании вот этих эталонов красоты существует цикличность и вот сейчас конечно вот эти новые тела они приходят на смену вот так сказать прежним тощим моделям вот этим так называемым wave models вот стилю гранш вот героиновому шику то есть то что вот восподствовало на прежде свяжении 90-х и вот частично только вот в нулевые годы начало подвергаться критики и конечно вот существуют теории где делаются попытки объяснить причины подобной цикличности но вот мое отношение к таким теориям что каждая из них ну захватывает только как бы часть правды часть вот описывает только часть феномена вот есть например такая теория что это связано с состоянием экономики что вот идеал более такой вот пышный цветущий здоровьем он свойственен вот мирным периодом и вот это мирная экономика не признанная экономика вот скажем 20-е годы после первой мировой войны и 50-е годы тоже послевоенные вот когда были действительно вот такие круглолицы модели и вот значит этот период кончается вот когда происходит кризис начинается великая депрессия в конце 20-х годов и вот появляются в 30-е годы вот этот уже более вытянутый силуэт вот это лицо с акцентом на скулы ну вот Марлен Дитрих собственно 30-х годов и соответственно вот 60-е годы тоже можно объяснить в рамках вот этой экономической теории вот есть вот ну так такие объяснения что в 60-е годы вот это не только молодежная революция молодежный борт но что это просто появляется первое поколение которое способно бравировать своим благополучием то есть делать акцент на том что они не доедают не в силу необходимости а вот по собственному желанию ну на мой взгляд это может быть один из факторов ну конечно в свое время это ну это имело шоковый эффект когда вот такие подростки как твиги стали тренд сэнтерами это сопровождалось ощутимым дискомфортом вот части аудитории как собственно вот и сейчас вот эта реакция на появление полных пожилых тел я думаю это закономерный процесс в истории молодой что то в этой в этой в этой вот о в этой Продолжение следует...